Так, отлично На ВВГ уже все готовы Ну что, команда Икс Квал с одной картой в плюсе Для себя, если сейчас проигрывают В принципе для них это будет не трагично Но тем не менее Для команды Это будет неприятно А вот команда Апрайзинг может вернуться Может вернуться, причем сполна И показать себя в деле Но пока что у нас все под вопросом Дорогие друзья, поехали смотреть Как же все-таки будут развиваться у нас события На этой карте, кто окажется сильнее Коби открывается сейчас как раз таки на мост У него должна быть информация, что толпа пытается пройти Как раз таки в район Б сайта Попытался открыться на перестрелку Залетела ХАЕшка, 17 ХП остается И Никит Дрон добирается до своего энеми Есть минус по Кузе Смещение пошло, хорошая ХАЕшка Под эту ХАЕшку будет дроп от Реполса И Коби уйти не смог Аркада Тедмайера как раз таки через винты на мидл Почем зря она на лей не зачекала Хентая Точнее зачекать зачекал Но выхватить девайс свой не успел И Хентай его спокойно за это наказал Давайте посмотрим за Реполсом Точнее за Спарсом Спарс Выходит на перестрелку против Драйва Есть минус Реполс тем временем пытается работать где-то в районе бомбсайта Хентай очередной фраг находит Роуз погибает, но и Спарсу теперь предстоит ситуация 1 в 3 Надо тащить этот клатч Но навряд ли это будет установка Б-сайта Да, это под Аплэнтомник и дрон поставил бомбу Выход имеется с дороги И здесь же Реполс на широкое его принимал Закрывает Спарса Это первый раунд в активе команды Апрайзинг Но как мы с вами знаем Начало и в целом первая половина может пройти радужно для команды Но последующие несколько раундов абсолютно могут увенчаться ничем Нулем просто Ну и в соответствии соперник может опять же выйти на камбэк Так что посмотрим Но сейчас Апрайзинги вроде как и находятся на более выгодной стороне для себя Все-таки атака на ВВГ должны брать преимущество Перестрелка на мосту против Коби никаких положительных дивидендов не приносит Потеряли драйва, потеряли вакуума Два неплохих стрелка Ну и в соответствии сейчас придется разыграть ситуацию в меньшинстве Смещение по Т-шку от Ники Дрона имеется Плюсом аркада от Роуза Но Роуз должен был прекрасно слышать здесь своего соперника под боковой Выходит на перестрелку, добирается до Реполса Размен от Хентая Ну и под Аплэнтом Кузай сейчас должен оказаться под прицелом Там Хентай играет по боковой Не зачекал, не зачекал Куза смещения от Хентая Хентай все ближе Ой-ой-ой, нет, все-таки попадается Хентай под прицел Это 1-1 Ответка Ответка Ну в принципе на первой карте так же все начиналось Но здесь опять же очень агрессивно играет с миддл команды X-Qual Они постоянно пытаются выходить на аркаду ноля Ну и плюсом халпа будет от Эдмайра здесь у Спарса Если вообще она понадобится Но мне кажется, Спарсу надо сыграть аккуратнее По нему есть информация, он уже просто из раунда в раунд ходит на эту аркаду Так что закидывают его ХЕшками Он спокойно уходит, прекрасно понимает то, что сейчас не самая выгодная ситуация для перестрелки Есть минус от Коби Также Реполс разменялся Ну и это 4 в 4 Пока что сумбурно выглядит у нас и атака, и оборона Парни постоянно мечутся по своим позициям Постоянно оборона пытается выходить под аркаду А прайзинги в принципе пытаются этим пользоваться Ну вот Никедрон опять же на аркаде ловит Роуса Но довольно медленные раунды у нас с вами получаются Выход имеется от Кузы под вакуума Есть фраг Ну и Куза 3 хп смещения вместе с Эдмайром под перемычку А здесь уже Никедрон Никедрон сидит, принимает Есть первый дамаг Ну и Хентай здесь просто двоечку собирает для себя 2-1 На табло Но команда Иксквал может взять свое на данный момент Могут еще вернуться У нас Бобруйские дождь и 15 градусов Жесть, у тебя там как погода У меня духота У меня духота Забери у меня немного, хотя бы градусов 5 Я буду тебе благодарен Поскольку просто в такой духоте даже работать нереально Вентиляторы не помогают Ничего не помогает Просто душно Голова плывет Голова кругом Так, ну ладно Едем далее Смотреть Здесь как раз таки выход у нас имеется через мост От вакуума Коби до него добирается Есть фраг Размен на Эдмайра был Но Реполс Откидывает ХЕшку неплохую Есть минус Ну и в принципе игроки команды Апрайзинг должны прекрасно понимать То, что Иксквалы сейчас будут смещать барону в район Б сайта Ну и под бетой как раз таки должна пойти жара Среди этих команд Или же все-таки смещение под Альфу Но там Роуз тоже ненадолго задержался Дали информацию, что под Б сайтом перестрелка утихла Ну и в соответствии пошло смещение теперь под Дан Но Б сайт просто так они оставить не могут Так что Спарс остается на растерзание в случае атаки соперника Нет, конечно может собрать здесь урожай Там троих, четверых положить безусловно Но тем не менее шанс в этом крайне мал Никедрон, ты че? Ты че, дружище? Кто выходит-то при этом меняя оружие Просто выходит на двойку, свапает девайс Зачем? Просто непонятно Но выход имеется также по боковой от реполса Отличный фраг Роуз добирается еще и до драйва Реполс остался один в два Да он фуловый, да со стрельбой у этого парня все хорошо Но как показывает нам на практике Спарс Здесь этого недостаточно Так что это у нас 2-0 Ну и мы с вами продолжаем наблюдать за противостоянием Среди этих двух команд Но надо сделать фасты какие-то Надо сыграть агрессивней Команда Апрайзинг сейчас такое ощущение То, что они в себе вообще никак не уверены Они вроде как и готовят раунд неплохо Они добывают опен фраги для себя Отлично, все у них замечательно Но после этого они просто сидят под своими позициями А их сквалы их отстреливают Надо более быть решительными Вот опять же фаст раунды Куда делись от этих парней неизвестно Здесь Спарс меняет свою позиционку Но тем не менее драйв его чекает Причем чекает довольно неплохо Есть минус Смещение имеется под б сайт Эдмайер еще пытается остановить выход своего соперника Именно под позиции беты Но пока что у него это удается Есть минус по вакууму Плюсом за спиной еще находится Реполс Он пытается дать саппорту своему тиммейту Да ладно, я думал Реполс его еще в спину не закроет Но тем не менее Эдмайер погибает И это 3-2 Чем больше эксквалы сейчас возьмут раундов в обороне Тем намного сложнее будет для команды А праздник капитан очевидность Максим Всегда с вами обращайтесь в любое время Дня и ночи Но в любом случае обороне Даже при старой системе Когда игралось до 9 победных раундов Даже при старой системе Нельзя было отдавать там 3-4 раунда Здесь уже двойка имеется у команды эксквал Но тройка тогда еще было ничего Но тогда мы с вами не имеем права забывать то что Было еще и 6-3 Да такая возможность А здесь будет 5-3 То есть это никак не устраивает Никедрон погибает Правда тем временем Спарс и Коби отправились отдыхать Смещение опять же от Хентая Имеется под Роллса Роллс выходит на перестрелку У Хентая есть саппорт Но тем не менее Хентай потерял приличное количество Своего здоровья Так что вынужден смещаться назад Эдмайер попытается дать саппорта с 8-ки Но тем временем Драйв Находит фраг Хаешка отличная под широкую Но здесь все-таки Хентай добирается до Эдмайера Кузар изменялся Но он 1 в 3 И шансы здесь крайне малы Смещение имеется Есть информация что он на катушках 27 хп Не знаю Не знаю как будет выкручиваться из этой ситуации Дамаг полетел уже абсолютно со всех сторон Но Лейн будет установлен Время сейчас будет подгонять Да Залетает все-таки под дом Но и здесь Хентай Контрит спокойно своего оппонента Это 4-2 Но и все-таки чувствуется то что Команде Икс Квал уже требуется Небольшой перерыв Требуется тактическая пауза Ну а мы давайте закроем с вами ставки Ставки закрыты Всем еще раз добрый вечер дорогие друзья Кто недавно подключился на трансляцию Мы с вами тут вели обсуждение Насчет того как у вас дела Как ваша погода Как настроение В Баку 42 градуса Фарид ты серьезно 42 Дружище я тебе не завидую Я под 42 градуса сплавился бы здесь давно Кстати я не знаю сколько у меня на солнце Но в тени в районе 30 Где-то 28-30 Как раз таки так оно и есть Я сижу с открытыми окнами по всей квартире Надеюсь на какой-то сквозняк Но ветра вообще практически нету Так слегонца где-то поддувает Но это вообще никак не помогает Вентилятор прямо на себя направил Никак Просто никак Ага Тут уже парни меня ждут Excuse me Поехали Поехали смотреть Дорогие друзья Давайте общаться с вами в чате Я обязательно буду читать И отвечать вам Давайте Наладим Какой-то диалог Не сидите Просто так Во время пауз Как раз таки Я понимаю то что По ходу матча Неохота разговаривать Все прикованы Именно к игре Но вот давайте Во время перерывов Будем с вами общаться Пишите в чат Любые вопросы Что вас интересует Если в моей компетенции То я вам обязательно На эти вопросы отвечу Плюсом у нас есть Модератор Серега В чате И Сергей Прайм Он также всегда с вами на связи Так что Дорогие друзья Давайте будем с вами Более общительными А прайзинги тем временем Принимают решение Сыграть как раз таки Еще более затяжной раунд На мост выхода у нас Абсолютно никакого нету Хентай там с питоном сидел Не знаю конечно На что он надеялся Эдмайер просто отыгрывает от дома Это в принципе дефолт Для команды Икс Квал Они уже давненько Ничего не меняют Именно при обороне выхода моста Никто не пытается принимать с дороги Непосредственно под мостом На лестнице Все постоянно идет через дом Все пытаются стреляться с чердака Но естественно это не приносит Никаких положительных дивидендов Поскольку апрайзинги Просто уже выучили Как действует их соперник Хаешка судя по всему Сейчас полетит под мост Да под вакуум А хаешка падает Да ладно вакуум Ну ты куда дружище побежал Ты вроде все правильно Вроде пытался уйти от хае Но тем не менее Потом развернулся И на этой же хаешечке Подорвался Эдмайер Находит все-таки первый фраг Но теперь Репоуз Попытается разменяться Есть информация То что с первого окна Будет чек Но пока что Не решаются Открыться Они пытаются В очередной раз Выдавить как-то Из своего соперника Вот эту нотку нервов И чтобы те вышли на чек Но команда Иксквал крайне дисциплинирована У них все очень хорошо Отлажено И здесь все-таки Есть чек от репоуза Хорошая пачка По Эдмайеру И вот она Ситуация 4 в 4 Ну куда опять же пойдет смещение Они опять покидают мост Они опять попытаются Развести именно Выход Аплэнта Но поведутся ли в этот раз Иксквалы Б-сайт укрепили Да, там пошел на смещение Спарс Но тем не менее Куза еще на Альфе И плюсом саппорт Будет Коби В районе двойки Это как минимум Но и хаешки Никто не отменял У этих ребят Должны быть осколочные Да, осколочные полетели Под заход Хентай первый На линии Есть минус Кузы Минус от Коби Драйв Спокойно сбирает Коби Смещение от Роуза И Спарса Спарс сразу же Забрасывает себя в атаку Но и здесь по нему Есть информация Благо еще дамага Не нанесли И там Роуз пытается Пробраться еще как-то Под яму По нему должна быть информация Его явно должны были видеть Но тем не менее Пока что Роуз пробирается Себе холоднокровно Под яму Он должен был слышать Прекрасно За своей головой оппонента Но тем не менее Почему-то его игнорируют Есть минус от Драйва Это пятый раунд В активе команды Апрайзинг 5-2 Счет на табло Но и сейчас самое главное Апрайзингом Просто не потерять Все что у них есть По первой карте Они это уже сделали Сейчас возможно Все пойдет По другому Я уже сплавился Ну Желаю тебе удачи Больше прохлады Ветерка Не знаю У вас же море Там должно быть По близости У меня тут До ближайшего пруда Пилить и пилить Мне не искупаться Да и плюсом у нас Начало лета Было просто Безумно холодным Поэтому у меня Ничего не прогрелось Вода ледяная Поэтому Никуда не съездить Не искупаться А вот сейчас Именно Этот эпик жары Который давит И просто никуда Не хочешь днем Вообще выходить Из дома Потому что в доме Еще хоть как-то сносно На улице Вообще духота полнейшая Так ну что Поехали смотреть Поехали смотреть Вторая половина Проиграют ли в этот раз Игроки команды Апрайзинг Опять же ситуацию По сути свою Или же все таки В этот раз Опять Точнее не опять А в этот раз Они смогут вытащить Смогут вернуться Но Коби Уже потеряли Куза Еще воюет Как-то в районе Б-сайта Не знаю почему Один Где саппорт И что они Вообще хотят Сейчас сделать Через мидл Еще Эдмайер Пытается пройти Но там Куза Уже спокойно Отыгрывает с чердака И если его примут Решение задавить Его задавят Куза Я не хочу сказать Что он плохой стрелок Нет Ни в коем случае Он хорошо стреляет Но тем не менее Когда на тебя прет толпа И при этом Еще возможно будут Дуалы в упоре То кто знает Как справится Куза Вообще Что он сможет показать Но здесь же смещение У нас имеется Как раз таки Под бет У бета укреплена Тут трое игроков У апрайзингов Под аплейнт Можно надавить Но там Роллс сидит И Спарс под боковой Вообще никто На перестрелку не выходит Эдмайер все так же Играет через мидл Но его найдут В любом случае Да есть информация У Драйва Он постоянно пытается По нему Накинуть дамага Но это просто бесполезно А почему Роллс выходит Сейчас на перестрелку Тоже непонятно Спарс при этом Не разменялся Он просто сидит Сейчас за зелеными вещами По нему нет информации Раз вы не идут кушать Но вот выход неплохой Есть Спарс Отлично Даблкил Ну и Куза сразу же пошел На смещение Он понимает Что под Б сайтом Ему делать здесь Вообще нечего Ну и надо дать Хелпу Хентай тем временем На перемычке Сможет ли Зачекать Кузу В районе Винтов Пока что неизвестно Но на двойку Принимает Спарс Отлично От Спарса Еще одна пачка Еще одна Квадро Спарс Отличное начало Но команды Иксквал Опять же пытаются Отыграться Третий раунд Есть в активе Иксквалов Ну и Начало положено Ну опять же Спарс Красавец Просто Квадро килл Все снято Можешь собой гордиться Дружище Ну выход имеется А вот Эдмайра Уже в упоре Здесь же Хентай Ой-ой-ой-ой Ну добегались Добегались Игроки команды Иксквал Куза все-таки Дал размин по Хентаю Но тем не менее Никитрон Отличная хаешка Спарс Убирается еще и до него Да Спарс Остановите кто-нибудь Этого парня Уже даблкил Имеется с его стороны И он проходит Под шумок А инфы ноль Ведь фугас Испарс Просто сидит Он будет ждать И нет информации Где он на двойке Он выходит на перестрелку И еще Триплкил Как он это делает О господи Ну машина Ну машина 5-4 Тем временем Счет на табло И раунда Не хватает до того Чтобы Как раз таки Сыграть Сыграть Игрокам Команды Иксквал Уже в ничью Да так скажем С командой Апрайзинг Сравняться в счете Но спарс Не знаю Это машина Какая-то Его надо просто Остановить Где-то запереть Чтоб парень отдохнул Но он просто идет Разносить Граф Драга Спросил Макс футбол Смотришь Нет дружище Я хоккей больше люблю С детства Просто в хоккейной Компании Тусовался Поэтому у меня Хоккей как-то больше Вызывает Интерес Так Ну что Выход имеется От спарса Есть информация Как раз таки По драйву От кит хае От роуса Под вакуум Отлично Есть размен И выход тем временем Имеется по боковой А почему его никто Не контрил Неизвестно Хентай погибает Добирается Правда до роуса Но тем временем Никидрон Прошел под тэшку А есть ли по нему Инфа вообще Хоть какая-либо Походу дела нет Будет просто сидеть А перестрелка От кузы Все так идет А там Коби За спиной Здорово Никидрон Все есть информация Куза должен чекать Никидрона Как раз таки Под тэшкой Ой-ой-ой-ой Нет дружище Да какие тайминги Куза ловит Все таки выходит На перестрелку Добирается еще и До драйва Это 2 в 2 ситуация У спарса Начинается проблема Репост добирается До кузы И у спарса Есть инфа То что Никидрон Был в тэшке Надо смещаться Как можно быстрее Он это делает И ставит фугас От Никидрона Пытает От Никидрона Также есть смещение Он пытается догнать Но не удается Спарс уже сместился И будет занимать Более выгодную позицию Для себя Релоуд Слышал ли его Никидрон или нет Навряд ли Навряд ли он его слышал У него есть дуалы Но спарсу сейчас Самое главное Сыграть На Таймер Самое главное На таймер А Никидрон Уже пошел На Дефьюз Да Есть сбитый Деф Отлично Таймер Таймер Нужно выдерживать Ой Хорош Машина 5-5 Три раунда В ряд Забирают для себя Игроки команды Исквал Так Есть у нас Время С вами Как раз таки Пообщаться В чате Ребят Я вижу То что Многие Пишут И Я Отвечаю Сверху Все что читаю Поверху То и Читаю Тем отвечаю Как есть Перерывчик Дальше А что USG проиграли Да Марина Проиграли Они первую половину Забрали 5-1 Вторую слили 5-0 Просто в салат Отдали Когда в Москве 20 градусов Ну слушай Марина Это еще Хорошо Это приемлемо Прямо Когда 20 И ветерок Такой легкий Это Зашибись Это отлично Драйв Братишка Тащи Пишут в чате Подорожник Драйв Тебе привет От подорожника Тащи Не будешь тащить Я так понимаю Он тебе уши намылит В скором времени Как обычно Много замен Никто не может Отыграть Марина Ты про ЖТ говоришь Ты в женской лиге Участвуешь Или как Ага На следующих ланах Со своей мышкой Я понял Марин Можешь уже Не отвечать Так Ну что Я их местами Забыл Свапнуть Прошу прощения Ребят Эксквалы в атаке У нас Супрайзинги В обороне Тактическая пауза Прошла Я покидаю чат Обязательно Отвечу Всем Кто находится На трансляции Кто пишет Если я доживу До них То доживешь Чего уж Ты так скептически Все замечательно Будет Ну что Полетели Полетели Смотреть За их Сквалами Смогут ли они Четвертый раунд В ряд Для себя Оформить Или же Все таки Апрайзинги Наконец таки Очнутся Но здесь В аркадном режиме Тоже им играть Наверное не стоит Но поджим Все таки Под боковую Имеется Команда Эксквал тем временем Оставляет в районе Аплэнта Одного Роллса В тэшке Эдмайер играет Через винты А винты Вообще Никем не контрятся Если бы Эдмайер вышел Он стал бы здесь Неприятным сюрпризом И плюсом Аркада Отрепался Имеется Как раз таки На мост Ой-ой-ой-ой-ой Очень опасно было Спарт все таки Успел выхватить Девайс И нанести дамага Но тем не менее Дает информацию Для кузы Есть неплохой фраг Еще хаешка Залетает На мост Но тем не менее Она не помогает А вот хаешка От драйва Под Дэдмайера Отличное Смещение от Коби Через мидл Есть фраг Но там уже просто Вакуум не успел сместиться Хорошая хаешка От Коби И там еще Роуз Находит фраг По Никитрону Ой-ой-ой-ой Не надо Не надо стреляться Сейчас Роузу Ни в коем случае Отлично Закидывает хаешками Пытается отходить назад Ему надо ставить аплейн Они это прекрасно понимают Да От Роуза установка фугаса Куза уже на смещение По тэшку И хентай Тем временем на мидл Просто по пятам Идет за Кузой Да-я-я-я Куза все правильно Все правильно делал Есть информация По хентаю добирается Еще и до него И вакуум остался Один в два Сейчас надо просто Закрыться и сыграть На тайм Они это и делают Просто один На упор Это Роуз Не надо Не надо Не надо открываться Роуз пошел на перестрелку Он все-таки добирается До вакуума Это еще и четвертый раунд К ряду От команды Иксквал Что вообще Происходит Мне может Кто-нибудь Объяснить 6-5 Счет на табло Оу Ну это Ну как так-то Ну пацаны Ну 5-2 И уже Шесть раундов В активе Четыре раунда Подряд В активе соперника Еще и драйв погибает Еще и реполс Отправляется Следом от Эдмайра И Роуз Забирает Ники дрона Серьезно Под бэс айтем Установка фугаса Есть минус Все-таки от Хентая Надо еще как-то Справляться Хентай Вроде как Более-менее Пытается Уравнять ситуацию Для своей команды Есть информация По вакууму Полетел дамаг Все фугас Установлен под альфой Но если здесь погибает Эдмайра Он судя по всему Погибнет Пытается его разводить Очень много дамага Ну и собственно Очень много времени Не смещает на себя Эдмайр Ну и сейчас пойдет Выбивание 30 секунд За эти 30 секунд Надо справиться Со своей задачей Именно удержать таймер А Хентай-то идет Как раз таки Через винты Я думал пойдет на ноль Но нет Это выход винтов И вакуум очень битый Но если сейчас Все сделают Грамотные эксквалы Они выйдут победителями И с этой карты Есть поджимы Здесь крысы в упоре Есть минус Отрос Серьезно Пошел дамажить вакуум Это 5 раундов подряд От эксквалов Как? Как они слились Это 5-1 Первая карта 5-0 Вторая половина 5-2 Вторая карта Первая половина 5-0 Вторая половина Что вообще происходит? Что ели эксквалы? Это просто допинг-контроль Я требую Как они это сделали? Непонятно Музыка